Мы просим о том, чтобы Ты помог нам все запоминать, Господь. Помог нам, Боже, принимать то, чему Ты нас учишь в сердце свое. Мы просим о том, чтобы Ты, Господи, делал нас внимательными. Чтобы Ты помог нам, Господи, смотреть на все это с точки зрения того, как мы будем когда-то евангелизировать еврейский народ, Господь, служить еврейскому народу. Боже, мы просим о том, чтобы милосердие Твое было над нами, Господь. Спасибо Тебе за помощь, за благословение и поддержку. Во имя Ишуа Мессии. Амин. Итак, вчера мы с Вами коротко просмотрели основные моменты, которые относятся к синагоге и того, как все устроено. Хочу снова напомнить Вам, что мы сейчас не разбираем в подробности именно все, как до миллиметра, до дециметра, где что стоит, кто откуда выходит. То есть мы не разбираем литургию и так далее. Мы просто просматриваем основные понятия. Потому что наша цель по окончании этого курса, чтобы у каждого из нас была общая картина того, что собой представляет иудаизм как религия, как направление, чтобы мы могли утвердиться в определенных простых базовых понятиях, вы понимаете, что по каждому из этих пунктов можно отдельно проводить отдельные месячные семинары и по целому кварталу можно учить. То есть если уже речь идет о том, как устроен, например, сидур, или как устроена та или иная молитва, откуда взято, кем написано, кем придумано, это все занимает очень много времени. Для нас пока что это не актуально. Мы будем это рассматривать, возможно, позже. Итак, сегодня мы с вами начнем с Эрец Израэль. Эрец Израэль, земля Израиля. Мы понимаем, что практически у каждого народа в этом мире есть своя земля. Но отношение к Эрец Израэль особенное. Как у самих евреев, так и у всего мира. И даже современное государство Израэля, которое есть сейчас, достаточно неоднозначное мнение насчет того, должно ли оно быть или не должно быть. Потому что все эти арабские государства, которые окружают Эрец Израэль, они говорят, ну, очень сильно не должно быть. Не просто желательно, а обязательно не должно быть. И, к сожалению, даже некоторые евреи тоже относятся к этому таким образом, что земля Израиля или то современное государство, которое есть сейчас, это не совсем тот план Божий, который Бог приготовил. Что на самом деле Израиль должен быть другим, религиозным, посвященным Богу и так далее. Итак, мы должны помнить, что практически все народы формировались на своей земле. Мы помним, что, например, взять Европу, французы. Перед этим были галы, их потомки. Были, вот, допустим, сейчас есть Германия, были их потомки, готы и так далее и тому подобное. То есть в любом случае формирование народа происходило на той территории, на котором они находились. И от поколения в поколение передавался быт, устой, передавались одни и те же, так сказать, холмы, овраги, горы. И не так было с еврейским народом. Мы должны понимать, что галут, галут, рассеяние, помните, мы говорили, да? В еврейском понимании представляется не как что-то само собой разумеющееся и нормальное. Потому что само по себе понятие галут неразрывно связано с теми наказаниями, который Всевышний обещал еврикому народу, если они не будут исполнять слова закона. Вы помните это, да? «Рассею тебя по всем народам, второзаконие» об этом говорит много. То есть символом благословения или, скажем так, внешним результатом благословения для еврейского народа было то, что спокойно жить на своей земле. И, так сказать, внешним фактором проклятия и наказаний Божьих будет то, что они будут в галуте рассеяны. Это, конечно же, дало возможность, толкнуло, так сказать, на самые различные размышления различных еврейских ученых. Как устроить еврейскую жизнь, находясь в галуте? Какие заповеди необходимо соблюдать? Какие надо как-то соблюдать по-другому? Мы должны понимать, что заповедь есть заповедь, ее нужно исполнить. И можно так сказать, это твоя сложность, если ты не знаешь, как ее исполнить. Но ты знаешь, что нужно, например, предположим, одевать филин, да? И вот ты должен его одевать, и все. Ты должен сам подумать, как это научиться, чтобы его одеть, если ты знаешь заповедь. Вы понимаете, да? Точно так же, как мы говорим, допустим, почитай отца и мать. Ну, как бы понятно вроде бы, но все же, можно же почитать по-разному, да? И тебе нужно самому научиться о том, как это сделать так, чтобы Богу это нравилось. Можно фактически твердо сказать, что еврейский народ стал уникальным народом, потому что это народ, который сумел сохранить себя, несмотря ни на что и вопреки всему. И произошло это благодаря тому, в большей части, что еврейский народ по-прежнему соблюдал традиции. Есть такая поговорка. Евреи сохранили шаббат, а шаббат сохранил евреев. О чем говорит эта поговорка? О том, что будучи посвященным определенным традициям своего народа, традиции не смешиваться, правилам, да? То есть запрет на смешанные браки, определенный уклад жизни в местечках, общинами, в кигелот, кагалами так называемыми. Это послужило тому, что еврейский народ был сохранен как народ, но также мы знаем еще настоящую причину. Бог сохранил их. Потому что Гитлер был далеко не первым мечтателем, который мечтал всех их уничтожить. Мы понимаем, что это не произойдет никогда. Точно так же, как и церковь Божью, никто никогда не уничтожит. Хотя были, вы помните, да, буквально в прошлом веке, мощные высказывания о том, что покажут последнего верующего по телевизору. Вот, там, в 80-м году Хрущев обещал. Не знаете, да, этого? Обещал, обещал. Может быть. За конфетку можно и выучить Новый Завет. А что нет? Я думаю, что у меня малый, например, бы точно выучил за конфеты. В любом случае, ни народ Израиля, ни церковь не будет уничтожена. Потому что есть четкие Божьи благословения, обещания милости. Милости. Эта милость, она была явно явлена. Мы можем также увидеть интересную, такой вот, интересный момент. Допустим, мы возьмем афроамериканцев. Да? Людей, у которых черная кожа, которые живут в Америке. Считают ли они, как вы думаете, Африку своей родиной? Ну, допустим, если они в Америке уже живут там 400 лет, вот их род, они американцы. Они американцы, и этим все сказано. И мы понимаем, что не так относительно еврейского народа. Потому что даже если его семья прожила где-нибудь в Меджибаже 400 лет, или там 700 лет, то как он был жидом, так он и остался. Вы понимаете, да? Ну, так сказать, в национальном представлении, не со злости. Так и представляли его. То есть и дети его такими были. Хотя те же афроамериканцы могли жениться тоже черные-черными, да? Браки у них не были там смешанные. Они могли придерживаться определенного стиля, определенной традиции. Все равно есть нечто, что находится в сердце еврейского народа. Это мысли, которые указывают на восток, в сторону храма. Мы с вами говорили о том, что синагоги по всему миру построены таким образом, чтобы во время молитвы смотреть в сторону востока, в сторону Иерусалима. И молитвы построены таким образом, чтобы возогревать национальный характер в народе, принадлежность к этому народу. И, в общем-то, даже если ты не хочешь быть евреем, то те антисемиты, которые вокруг, они тебя заставят. Понимаете, да? Они американцы. Человек, который живет в Америке, он американец. И все. Вы понимаете? Ну, вот смотрите, у меня живет один друг в Америке. Я его спрашиваю, говорю, ну, как у вас вот с вопросом? Он еврей. Верующий вишо. Ну, не мессианский еврей, просто в церковь ходит. И сильно не хочет быть евреем, как бы, ну, так. Я говорю, вот у вас поднят вопрос вот антисемитизма? Он говорит, абсолютно нет. Потому что я не знаю, как зовут моих соседей. Чего я буду ходить по соседям и громить ему дом? Я даже не представляю, кто это. Вы понимаете? То есть жизнь, она складывается примерно таким образом. Ты сел в машину, 50 километров в одну сторону, ты на работе. Поработал, 50 километров в другую сторону, детей со школы, там вечер, туда-сюда, траву покосил, вот и ночь. И снова. Ты не общаешься с людьми. Ну, натурально. То есть он говорит, так и говорит, у нас нет этого вопроса. У нас здесь все есть. И китайцы, и корейцы, и русские, украинцы, и американцы. Ну, кто такие американцы? Тоже еще вопрос такой хороший. Вы понимаете? Я общался недавно с одним тоже ортодоксом. Он говорит, вот украинцы, они хвалятся своим украинским национализмом. Покажите мне чистого украинца. Натурально. Покажите мне чистого украинца. Говорит, я еврей. Я могу вам рассказать о своем роде по маме до пятого колена, до пять уровней вниз, а по папе семь. И у меня есть документы. Какой украинец может показать, что он украинец? И там у него русские, там у него поляки, там у него какие-то венгры намешанные, там еще татары какие-то, молдаване и так далее. Кто такой чистый украинец? У нас есть национальная идея, но я вам скажу так. А кто проверял их национальности вглубь? У нас не заведено это, вы понимаете? Почему? Потому что идея нашего народа, она не была построена, я имею в виду украинского народа, да? Она не была построена вокруг того, чтобы сохранить чистый украинский дух. Чистый этнический, скажем так, состав воздуха. Да? Независимо от политики Советского Союза. Малороссия была, и все было нормально. Немцы здесь жили, венгры жили, татары жили. Совершенно верно, правильно? А зачем? А вопрос тогда звучит, а зачем это евреям? Для самосохранения нации. И эти моменты, они имеют свои корни в Писании. Конкретно эти корни находятся в Писании. Когда евреи заходили в Ариц Израиль первый раз, после египетского плена, да? Вы помните точные установления, которые Господь дал им. Не смешивайся. Принцип несмешивания, он был во всей культуре. Нельзя смешивать разные нитки. Помните, да, эти заповеди? Нельзя смешивать разные семена. Нельзя скрещивать разных животных. Нельзя там как бы одевать одежду, да? Разную. То есть принцип несмешивания, нельзя смешивать еду определенную. Чистое и нечистое было. Оно было вложено, ну можно сказать, в ДНК. Хотя мы знаем, что на протяжении всей истории было, особенно вот история 19-20 века, вот в России, не только в Европе, было такое движение, которое обусловилось тем, таким призывом ассимиляции. Становились выхристами, да, принимали христианство некоторые осознанно, давали русские имена, переставали обрезывать детей и так далее, и так далее, и так далее. Делали все, чтобы смешаться. Все, чтобы никто никак не догадался. Но когда приходил день Х, то есть погром, как говорится, не били ни по паспорту, находили старые какие-то корни, находили старые какие-то соседи, метрики, да. Потому что все равно эта идея, она была неуспешной, она получила провал. Итак, принцип несмешивания, один из основных моментов. Если мы посмотрим на Эрец Израиль, например, 100 лет назад, то эта земля представляла собой довольно-таки жалкое место. Жалкое. Болото, малярия, пески, невероятнейшая нищета, пустыня, бедуины, турки, англичане, войны. То есть ничего хорошего там не было. С точки зрения, например, если сравнивать ту землю и украинский чернозем, то разница была огромная. Как несложно жили в Украине тоже 100 лет назад, на фоне революции, войн и всего остального, там было хуже. В любом случае. Земля была бесполезна. Более того, представьте, что полностью камни. Не просто, но как бы камешки, камни. Такие, что там по нескольку человек их выкорчевывают с этого поля. То есть где видно, чтобы на украинском поле были камни. То есть нам это в страшном сне может присниться. То есть у нас чернозем, Гитлер оценил его, помните, эшелонами вывозили. Нету такого в других местах. Бог благословил Украину. Слава Богу. И по мере того, как евреи начали возвращаться в Ариц Израиль, земля начала оживать. Вы знаете, что сейчас современный Израиль, это очень продвинутая страна. Сельскохозяйственная, аграрная, да. Ну и сельскохозяйственная тоже. Ну больше, да, аграрий. Она цветет в садах. Были предприняты невероятнейшие усилия для того, чтобы осушать болото, выводить малярию, развивать хозяйство. И мы видим, что Бог действительно благословил. Бог просто благословил. Очевидцы, первые репатрианты, которые возвращались в Ариц Израиль, они были в ужасе. Когда особенно люди возвращались, например, с Америки. Америки, которая, например, в 1915 году, в 1920 году, Америки, в которой было достаточно стабильно, хотя были тоже кризисы, мы знаем это, да, депрессия их, их 30-х годов. При всем том, когда говорили об Ариц Израиль, сионисты со всего мира мечтали о том, что они приедут и встретят радостно, счастливые люди поведут, они будут жить и строить. Это прекрасный Израиль. Они приезжали с чемоданами, с патефонами, с картинами, и некоторые из них говорят, когда мы вышли на перрон, мы увидели, что нас никто не встречает, мы никому не нужны. Собаки, барханы, верблюды, невероятная жара и ужаснейшая нищета. И вот так начинался Ариц Израиль во всем этом. Тот Израиль, который мы видим сегодня. Итак, давайте мы посмотрим, как все начиналось. Наш любимый стих, да, ты помнишь, как все начиналось. Боришит 12.1. Недельная глава Торы, известная как Лех, Леха, выходя, выходи. Боришит – это бытие, на всякий случай. И Господь обращается к Аврахаму. Тогда его еще звали Аврамом. Да? Кто прочитает? Нет, пока. Сказал Бог Авраму, пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. И дальше давайте мы посмотрим еще шестой стих. Я прочитаю. «И пошел Аврам по земле сей до места Сихема, до Дубравы-Море. В этой земле тогда жили Хананеи». Вот так вот, да? С этих слов начинается история не только Аврама, но история всех евреев. И дальше мы смотрим 13 главу, 17 стих. «Когда Аврам расстался с Лотом. И Бог выводит его и говорит, «Встань, пойди по земле сей в долготу и в широту ее, ибо я тебе дам ее». И двинул Аврам шатер, и пошел, и поселился у Дубравы-Море, что в Хевронии создал там жертвенник Господу». И мы видим, что обещание или подтверждение для Аврама Бог показывает в течение всей его жизни. Мы можем посмотреть о том, что Бог обещает ему потомство. Помните, да? «Многочисленное, как звезды на небе». И в 7 стихе 15 главы он говорит, «Я, Господь, вывел тебя, чтобы дать тебе эту землю в наследие». И для того, чтобы запомнилось это обещание через века, Бог с Аврамом заключает союз. А также Бог говорит о том, что этот завет будет распространяться на детей Авраама. 17 глава, 8 стих. «Я дам тебе и потомству твоему наследующему тебе всю землю на вечное владение». Есть такое выражение «земля обетованная». Иными словами, земля обещанная. Земля, которую пообещали. Обещал ее Бог еврейскому народу. И это обещание не было ограничено рамками какой-то конкретной эпохи, какого-то конкретного времени. Но оно было дано навсегда. Мы видим, что оно было подтверждено многократно. И очень интересно, что не так много самых разных обетований, которые были многократно подтверждены. Например, мы возьмем завет Бога с Ноем. Он говорил, потоп не выйдет. Хотя сейчас мы все равно видим радугу. Но потом мы не читаем, что сильно часто Бог говорил. И вы помните там радугу, да? Так это вот знамение между мной и человечеством о том, что потопа не будет. Но радугу мы видим. Это не просто физическое какое-то знамение, какой-то катаклизм, так сказать, или метеорологическое знамение. Это знак Божьего завета, подтверждение. Посмотрите, думаете, слава Богу. Правда, он пообещал, что все сгорит, но в любом случае не утонет. Тоже неплохо. Итак, это и есть источник, из которого еврейский народ черпал уверенность в том, что когда-то придет день, и земля, которая была обещана, станет снова ихней. А эта земля будет ждать их, даже если пройдет, например, 2000 лет. Это подогревало, эти места Писания подогревали национальный дух, подогревали надежду. Мы понимаем, что границы сегодняшнего государства Израиль не совпадают с границами земли Израиля, той, о которой говорил Господь. То есть сейчас нам меньше. Единственное прямое указание Торы на границе Эреции с Израиль находим в отрывке, которую мы здесь смотрели. От реки Египетской до Великой реки Прат. Что такое река Египетская? Нет однозначного мнения на этот счет. Некоторые считают, что это действительно Нил. Некоторые о том, что это Эль-Ариш. Так называемое, я не слышал об этом месте. Это река, которая пересохла сегодня в Синае. Но проблема в том, что вопрос не только в географической идентификации. Вопрос-то в народах, которые там живут. Это одно. А второе о том, что владение землей, оно тесно связано с тем союзом, который Бог заключил, и с теми обязательствами, которые предполагает этот союз. Поэтому границы той части Эрет-Израэль, которой реально владеет народ Израиля сейчас, зависят согласно традиции от духовного состояния еврейского народа в данный период. Ну, иными словами, сколько тянете духовно, столько получаете. Есть вот такой вот взгляд на это дело, да? Были времена при царе Соломоне, когда граница еврейского государства простиралась действительно от реки Египетской Эль-Ариш до Прата или Ефрата. Все это находится в Ираке. Были времена, когда еврейское государство владело землями гораздо меньшими. Ну, и мы знаем, что также было время, когда ничем не владели. При всем том, даже в самые лучшие времена, Эрет-Израэль не находилась во власти евреев целиком. Например, во времена Давида и Соломона в состав государства по-прежнему не входили ни Ака, ни Сидон, ни Тир. То есть, пока что мы не видим, чтобы полностью все то, что было обещано, оно было покрыто. Также, как выделяет традиция землю Израиля на глобусе, как особую землю, иногда называют ее святой землей, да? Кадош. Земля, которая отделена. Точно так же в самом Израиле есть одно святое место, особо отделенное. Это Иерушалим. Иерусалим. То есть, на всем глобусе есть отделенное место, да? В еврейском мышлении святое. А есть, можно так сказать, святое святых, да? Иерушалим. Вы слышали множество песен, они посвящены именно Иерушалиму, да? Иерушалим, коль завар, тарин, да-дан, да-дан, да-дан. Это неспроста. Потому что Иерушалим был выбран Всевышним для того, чтобы в этом городе был построен храм. Вы это знаете, да? И особенным было и место для храма. Согласно традиции, храмовая гора это та самая гора моря, на которой Авраам подвергался самому тяжелому испытанию своей жизни, перенесения Исаака в жертву. И мы знаем, что царь Давид перенес сюда из Хеврона столицу того объединенного государства, которое было на тот момент. И во время царствования Соломона шлома сына Давида Иерушалиму был построен храм. Мы помним, что до храма центральным местом, которое являлось центром поклонения, функции этого места брал на себя мешкан или скинье. Шатер. Помните, да? На еврите мешкан, с которым евреи шли по пустыне из Египта. Храм был один и его было запрещено построить. Можно же было бы построить, например, пять храмов, да? Но храм был один. Его запрещено было заменять каким-либо другим храмом, на каком бы это ни было месте другом. Это было около трех тысяч лет назад, и с тех пор Иерушалим — это единственный город, который евреи согласны признать своей единой столицей. не было вариаций на тему, а давайте все перенесем в Дамаск, например, или там куда-нибудь, в Вифлеем, в Беребиджан, да, или в Уганду. И традиция переписывала, приписывала приходить каждому еврею три раза в год в храм на праздники какие? Песох, Суккот и Шавуот. Правильно. Поэтому, когда 9-го ава храм был разрушен, для еврейского народа было огромнейшее бедствие. И традиционно этот день отмечается как день поста и траура. Мы будем говорить с вами о памятных датах. Несмотря на это, еврейский народ по-прежнему понимал, что придет какой-то день, который Бог усмотрит, и Иерусалим и храм будут восстановлены. Поэтому во все времена евреи надеются увидеть это восстановление. Поэтому во время молитвы они поворачиваются в сторону Иерусалима если в Иерусалиме в сторону храмовой горы вспоминают о разрушении храма. Более того, даже в часы Великой Радости, например, на свадьбе, вы помните, да, существует такая традиция, когда жених разбивает стакан перед хупой, перед своим домом. Хупа символизирует дом. И этот разбитый стакан еврейской традиции символизирует память о разрушенном храме. То есть, даже в минуты большой радости вспоминается о храме. Когда в мессианской общине мы проводим этот обряд разбивания стакана, мы говорим о том, что из этого стакана никто больше пить не будет, да? мы немножко изменили традицию. Есть такое высказывание, если я забуду тебя, Ирушилай, да отсохнет моя правая рука. Да, слышали? Ну, я не рискну так говорить. Поэтому одно из политических движений, поставивших перед собой цель восстановить еврейскую государственность, названо сионизм. Вы слышали это страшное слово? Да? У кого при слове сионизм возникают какие-то страшные ассоциации? Что-то страшное, плохое, бунтарское. У антисионистов. Какой мудрый ответ. Сионизм это политическое движение, оно не только политическое, есть и религиозный сионизм, который ставит перед собой цель восстановить государство Израиля в рамках так сказать обещанной Богом земли. Возвращение, да. По названию горы Сион. Восстановление Израиля. Фактически как бы на сегодняшний момент цель сионизма она в каком-то смысле достигнута. да, то есть государство оно возникло. Хатиква, да, надежда. Как в Торе, так и в современном еврите при опресании прихода евреев в Эрец Израиль употребляется особый глагол Алла. Слышали? Как в Торе, так и в современном еврите при описании прихода евреев в Эрец Израиль употребляется особый глагол Алла. Буквальное значение которого подняться, подниматься. Алия. Слышали такое слово, да? Тот же глагол употребляется в Танахе, когда речь идет о приходе еврея в Иерусалим. То есть, когда мы говорим я прихожу в Иерусалим, даже если я прихожу там с соседнего города, да? Это Алия. Я в вас хожу. Алия. Подъем. Точно так же, если человека приглашают в синагоге прочитать Свиток Торы, помните, мы говорили, да? Его приглашают совершить восхождение. Алию. Обратный процесс, когда человек уходит из Арица Израиль, называется Ерида, то есть спуск или падение. Е-ри-да. Е-ри-да. Ю-трэш, Ю-трэш-хей. Ю-трэш-хей. То есть спуск, да. То есть Аля это подъем, Е-ри-да это спуск. Я ухожу из Израиля. Я совершаю не Алию, я совершаю Е-ри-да. И мы понимаем, что термины эти не связаны с каким-то топографическим нахождением Израиля на горе или там, что храм был вверху, поэтому мы туда поднимаемся, а если мы уходим, то мы опускаемся. Речь идет о духовном принципе. Мы понимаем, что выделенность Эрец Израиль и Иерушелаема приводит к тому, что пребывание евреям в земле Эрец Израиль наделяет, можно так сказать, его большим статусом. То есть ты сопричисляешь себя с чем-то, что является выше. То, что можно назвать как подъем, ты поднимаешься, находясь там. Поэтому в современном еврите термин Оле означает репатрианта, приехавшего в Израиль. Олимы, да, так называемые, слышали? Оле это репатриант, приехавший в Израиль. И Йорет тот, кто покидает страну. Йорет Тот, кто покидает, тот, кто выезжает. Оле и Йорет Ют, Вауф, Рейш, Хей, наверное, так. Далет, Далет, Хей. Это вкратце то, что относится к вкратце Израиль. Делаем перерыв. вкратце, вкратце, о да, вкратце, вкратце,